Смотрите, какая забавная штука получается. Некоторое время назад, когда российские власти пытались протолкнуть пенсионную реформу, что нам тогда свистели из каждого утюга? 60-65 это вообще не возраст. Это продолжение зрелости. Человек в эти годы находится на пике. В самом рассвете сил ему еще жить и жить. И мы такого человека со счетов списываем. Да вы что! Сколько вам лет сегодня? Мне 61-й. 60 лет? 60 лет. У вас молодость только что закончилась. Наступила зрелость. Когда человек приседает, встает, ходит. Вот он плиточник. А что нам говорят сегодня, когда над страной нависла угроза пандемии какого-то там вируса? Друзья, это пожилые люди. У них ослабленный иммунитет. Они в группе риска? Полтора года всего прошло. Стесняюсь спросить, нам когда врали? Тогда или сейчас? Или и тогда, и сейчас? Более того, из личного, решил тут положить в клинику на обследование свою маму-пенсионерку. Так, на всякий случай, причем на платной основе, уже на следующий день, после того, как она туда приехала, нам сообщили, извините, приказ Минздрава, граждан старше 65 в больнице не класть. Возможно, эпидемия, поэтому койко-места решено забронировать для более молодых пациентов. Пенсионерам придется обойтись без стационарной помощи. Классно. Как работать? Как шкурные интересы чиновников удовлетворять? Моя мама практически юная девушка. Вот когда возникла ситуация, что ей может понадобиться помощь, простите, но человек-то не молодой уже. Пусть там где-то тихонечко молится на образа, авось пронесет. Это все, что нужно знать об отношении российских властей к своему народу. Я к вам сейчас, господа пенсионеры, обращаюсь. Вот так вот вы нужны правящему классу. Начинаем. Вообще, конечно, вранье уже становится визитной карточкой российских чиновников и пропагандистов. Лично мне с каждым днем все сложнее работать, потому что, перелопачивая огромный объем информации, я действительно иной раз теряюсь. Я уже не знаю, кому верить и можно ли. Вот, пожалуйста, ситуация с этим вирусом. В данный момент мы все находимся в режиме какой-то самоизоляции. Нам рекомендовано не выходить из дома без надобности, избегать массового скопления людей и бла-бла-бла. Это очень заразная штука, оказывается. От нее люди умирают почти миллион заболевших в мире. Границы закрываются. Ограничения каждый день какие-то новые вводятся во всех СМИ. Граждане, будьте осторожны. А давайте-ка вспомним, что было еще неделю-другую назад. Я просто, извините, скажу, если это происки американцев, то они опозорились, потому что вирус слабый. То, что вирус бьет только, в основном, по крайней мере, китайское население, это тоже говорит о том, что вряд ли это все-таки было случайно. Надо наказывать людей за организацию паники. Нет этого ничего. Нет этого ничего. Какие лекарства сегодня можно использовать? Их 30. 30 из тех лекарств, которые уже есть. А в Китае об этом не знаю. Давайте я вас сразу успокою. Ух ты, вот это поворот. То есть еще пару недель назад никакого вируса не было. Он считался выдумкой, басней, что сложили для россиян плохие. Злые американцы с целью создать внутри великое и могучее панические настроения. А тех, кто информацию о возможном заражении распространял, называли врагами. Агентами Госдепа прошло совсем немного времени. И опа! Эти же ребята в эфире этих же телеканалов говорят диаметрально противоположные вещи. В последний день марта Госдума в третьем окончательном чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающих наказание за несоблюдение режима вот этой самоизоляции. В тот же день Совет Федерации все это дело спешно одобрил. Нет, с одной стороны, наверное, можно объяснить, зачем парламент это сделал. Ну, потому что людям что в лоб, что по лбу чихать они хотели на меры предосторожности. Как жили каждый по своему усмотрению, так и продолжают. Вот, ребят, просто хочу показать. На дворе вроде как режим самоизоляции. Мы все боимся возможного заражения коронавирусом. Вот что мы видим в данной ситуации. Мы видим на улице мамашка какая-то гуляет с маленьким ребенком. Пофиг людям. С другой стороны, а что вы хотели, задаю я вопрос властям и их прихвостям, вот этим из ящика. Вы же постоянно врете населению, и однажды оно должно было случиться. Люди просто перестали верить. Вспомните притчу про мальчика с волками. Не на ровном месте такие притчи появляются. Пожалуйста, еще пример лжи. Сейчас вы видите запись программы «60 минут» от 30 марта, которая выходит в эфир на главном информационном телеканале страны. Обратите внимание на тему передачи и ее название «Тотальный карантин по всей России». Знаете, я этот выпуск записывал 2 апреля, через два дня. Даже на тот момент карантин все еще не был объявлен нигде. За исключением одного единственного региона Краснодарского края. То есть пропагандисты снова набрехали. Простой вопрос. Почему сейчас гражданин-то крайним должен быть? Почему планируют наказывать население? В том, что люди отказываются верить государственным СМИ и чиновникам? Виноваты только государственные СМИ и чиновники. Если мы сейчас действительно получим эпидемию, винить в случившемся, правильнее было бы их. Скобеевых, Симоньян, Киселевых и Соловьевых, Онищенко всяких. Эти господа подорвали доверие людей к власти. Эти господа изначально выступили в роли провокаторов. Вот их и наказываете. А вместе с ними командующих, которые все понимали, но ничего не сделали, дабы остановить фейковые потоки. Это реальная журналистика по законам подлости. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Кстати, о карантине. Я правда не понимаю, почему с ним тянут. Особенно сейчас, когда уже, очевидно, шутки кончились. Была команда «сидим, боимся», но на этом все и закончилось. Санитарные врачи рекомендацию выписали. В ней черным по белому нарисовано караул. Теперь президент куда-то пропал. Караул прокричать некому. Вернее, нашелся один. Вот этот вот человек. Ситуация с эпидемией коронавируса крайне серьезная. Глава государства призвал всех нас к максимальной ответственности. Хотя, простите, а почему именно он? Почему Медведев обращается к нации? Кто он вообще такой? Президент? Нет. Премьер-министр, исполняющий обязанности президента? Тоже нет. Тогда с какого перепугу? А, все до меня дошло. Официальный Кремль упорно не хочет брать на себя ответственность за происходящее. Они продолжают отпинываться от этой пандемии. Подозреваю, чтобы в случае чего всегда можно было перевести стрелки. Да мы-то тут при чем? Впрочем, разве оно кого-то удивляет? У нас же Владимир Владимирович по жизни не при делах. Что-то там за его спиной всякие Медведевы мутят. Хотя вру. Песков на днях отвечал на вопрос журналистов. Где Путин и какого вообще на правительство всю эту историю с введением режима ЧАЭС переложили? Предлагаю послушать этот шедевральный ответ президентского толмача. Во-первых, конечно, нужно за комментариями обращаться в Госдуму, к специалистам Госдумы, обращаться в правительство. Но поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенное полномочие в той ситуации, через которую мы вместе с вами проходим. Обалдеть! Конкретный вопрос был задан. Население и меня в том числе дюжа интересует. Куда исчез верховный главнокомандующий? Не потому, что я соскучился. Просто мне кажется, что в такие непростые для всей нации времена, лидер нации должен быть с нами. Причем не просто с нами. В первых рядах идти в атаку. Непрерывно осуществлять руководство происходящими процессами. Вот только нет нигде Владимира Путина пропал. Тут, блин, люди умирают, волнуются. В Израиле, кстати, чтобы успокоить население, глава государства сказки детям по телевизору читает, а у нас абонент временный недоступен. Ага, вы держитесь там, всего вам доброго, хорошего настроения. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Не хочу в тысячный раз быть попугаем, повторять избитую фразу, что похоже, ребят, выплывать из этого дерь... Сейчас будет пик, вот. Нам придется самостоятельно. Потому что надежды на отцов командиров никакой. Они по кустам разбежались. Вот не хочу я так говорить, блин, но я ведь не Скобеева. Поэтому да, давайте уже признаемся сами себе, до холопов боярам нет никакого дела. Им и без нас есть чем заняться. На днях тут Трамп проговорился, что Россия теперь еще и Америке помогает с пандемией бороться. Самолеты туда с гуманитаркой летят, а ты... Ну иди включай телевизор, как раз Попов с Шениным тебе расскажут, как при помощи корешков и лопушков излечиться, если чего подцепил. Все. Это была реальная журналистика, сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше серии этого сериала. Заходите, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду, темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока.